так ну что друзья всем привет спасибо что подключаетесь и следите за нами сегодня у нас необычный такой формат формат игры или как это можно назвать анна симакова управляющий партнер и руководитель клиники три сестры также она директор директор говорю тренер по коммуникациям предложила нам провести такой формат разобрать сложные ситуации в коммуникациях которые которые случаются в клиниках и мы собирали предварительно запросы от наших подписчиков подписчиков канале анны и на самом деле увидели такую закономерность все запросы разделились на два типа первый это коммуникация между владельцем или управленцем клиники и персоналом врачом администратором а второй это между персоналом и пациентами и поэтому она сегодня вместе с помощником лиза до сделают для нас такой формат что мы сначала рассмотрим ситуацию когда возникает конфликт между руководством и врачом и как этот конфликт дальше может вообще повлиять на пациентов и на репутацию клиники то есть у нас будет такая каскадная каскадная эфир из нескольких ситуаций и тем самым мы закроем все запросы которые вы нам присылали она тогда передаю тебе слово спасибо во первых я очень рада видеть столько знакомых людей никита привет люди сарыча привет привет сотрудникам клиники три сестры которые ходят на курсы по коммуникации мы все-таки решили послушать еще раз алексей очень оптимистичен когда говорит что мы используем значит сможем разобрать все 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 на самом деле мы покажем только маленькие маленькие фрагменты которые может быть прорекламирует вам такую науку как communication skills и вы заинтересуетесь ей начнете углублять свой интерес к этому я напомню что этот эфир это подарок предыдущего эфира гостей алексей просит всегда что-нибудь дарить своим подписчикам слушателям и мы предложили что вот вы пришлете свои коммуникативные кейсы то что вызывает сложности а мы уже вместе с елизаветой вместе их разберем я представлю елизавету есть такая профессия называется симулированный пациент это прям такое название в европе например есть агентство симулированных пациентов куда можно позвонить сказать пришлите нам пожалуйста для тренировки человека то есть по сути это такой тренажер с которым можно пробовать разные стратегии взаимодействия и смотреть как та или она и работает на установление взаимоотношений в россии таких симулированных пациентов я знаю около пяти нам повезло лиза этим занимается давно и поэтому мы в клинике можем у себя проводить такие курсы раз в месяц и помогать врачам менеджером усовершенствовать свои коммуникативные способности теперь я расскажу какой кейс мы выбрали для разбора сегодня мне написала доктор из стоматологической клиники руководитель которая поделилась ситуацией у них есть врач стоматолог терапевт очень хорошая который ходит пациента они благодарят нравится как она работает но у нее есть такой такая красочка что периодически этот доктор накануне вечером пишет сообщение руководителю что ой простите я заболела я завтра не выйду то есть на завтра полная запись нужно что-то делать заменить непонятно кем возникают конфликты с пациентом примерно день доктора нет на работе через день она выходит без больничного и продолжает работать на мой вопрос руководителю мы предварительно общались не хотите ли вы такого доктора уволить если он не дает вам стабильности да не дает уверенности в том что у вас не будут происходить такие ситуации доктор сказал что ну во первых трудно кем-то заменить трудно найти такого же хорошего как бы профессионала во вторых этот доктор при разговоре клянется что ей все очень нравится и этот кейс был в последний раз и больше она так никого не подведет и руководитель этому верит и хочет дать шанс ну и в третьих что профессиональные качества такие хорошие что вот действительно жаль такого доктора терять хорошими с хорошей обратной связи от пациента мой совет как руководителя клиники расставаться с таким людьми потому что каким бы ни был прекрасным доктор с профессиональной точки зрения если он не дает вам чувство уверенности в том что вы команде что вы работаете что принять пациентов это важно либо расставайтесь с таким человеком либо держите всегда какую-нибудь замену зная что ваша звезда может вас подвести я понимаю что на это сложно решиться наша клиника например находится в области и нам трудно набирать сотрудников из-за удаленности от москвы я помню что у нас был главный врач который говорил вот какой есть паршивенький но наш зато как ходит на работу меня была другая точка зрения что можно делать попытку с попыткой найти своего доктора который будет ответственный профессиональный любимые пациентами всем остальным но данный момент я предлагаю разобрать две ситуации а если останется и третью ситуацию какие первая ситуация как мне как руководителю дать обратную связь доктору вот доктор накосячил данном случае он отменил прием и мне нужно как руководителю сказать ей что больше так не надо делать это будет первая ситуация а вторую ситуацию мы разберем такую что вы как руководитель должны поговорить с пациентом который не сможет сейчас получить помощь на которую он рассчитан то есть у вас нет доктора пациент пришел на прием и вам нужно с ней поговорить вот такие два кейса в комментариях очень просили чтобы этот пациент был прям такой ну жесткий не стеснялся выражениях и так далее мы начнем сейчас кейса про обратную связь если вы вспомните свои случаи свою практику как выдавали обратную связь то в большинстве большинстве кейсов это бы выглядело примерно так я думаю что сейчас многие себя узнают давай как тебя будет звать юлия владимировна значит это врач терапевт юлия владимировна она не вышла на работу она вышла через день отработала целый день и вот мы с ней встречаемся для того чтобы я ей рассказала что больше так делать не надо вот как бы классическая обратная связь как она выглядит юлия владимировна здравствуйте доказываетесь наверное о чем я хочу с вами поговорить ну я догадываюсь о чем вы хотите поговорить но я просто ну я же вам объясняла были обстоятельства ну просто честно сказать вы очень нас подвинили вчера был сложный день было столько скандалов было столько возврата и меня пугает что это происходит не первый раз за месяц это уже второй раз я же объясняла какая причина это же у меня был накануне ковидный пациент ну то есть я тоже забочусь о нашей репутации нашей клинике это риски юлия владимировна вы мне накануне в 11 часов вечера написали чтобы завтра не выйдете вы знаете что у вас полная запись я предложила вам сделать тест я предложила вам работать маски в перчатках вы отказались я отказалась поскольку я взвешиваю риски в конце концов перчатки маска это все прекрасно есть еще период до заражения но тоже я не могу так рискать у меня пожилые пациенты ансергиев это все отговорки понимаете это не отговорки а ну сегодня же вам никто не помешал выйти точно так же с тестом их перчатки потому что вы во первых вы давите и я уже поняла что просто вот невозможно вы знаете сколько стоит звонок в нашу клинику конечно я знаю сколько стоит 30 тысяч рублей 30 тысяч рублей стоит просто звонок с рекламой сколько вчера было отмен ну по-моему 7 10 было 10 отмен сколько из этих пациентов вернется к нам ансергиевна а вы не рассматривали момент что если бы кто-то из них заразился вы вообще я думаю что если бы вы работали в масках в перчатках я например сейчас не боюсь заразиться остановимся здесь на что это похоже друзья включайтесь мы можем с вами обсуждать препирательство а это похоже на спор когда у меня есть одна позиция у доктора есть другая позиция и даже если доктор внутренне как-то согласен внутренне он он не может признать свою ошибку правда как вам кажется почему это происходит почему разговор наш не клеится и если подумать о том какая у меня задача у меня задача чтобы эта ситуация не повторялась верно как вы думаете такой стратегии смогу я решить эту задачу или нет еще нет пока не получается как вам кажется насколько вообще такая обратная связь типично довольно типично даже если она начинается очень деликатно мне бы не хотелось чтобы ситуация повторялась и дальше аргумент за аргументом аргумент контраргумент это все превращается все равно спор мы хотим вам предложить формулу обратной связи чем хорош этот курс communication skills навыки коммуникации тем что на всю есть очень понятный инструмент то есть например вы понимаете что у вас скандал или у вас плохие новости или вам нужно собрать сложную информацию у вас как бы на каждую ситуацию есть алгоритм что делать в случае когда вам нужно дать обратную связь неважно руководитель подчиненному не знаю доктор медсестре один коллега другому коллеги мы рекомендуем вам придерживаться правила которое на английском языке звучит так айси айфил айас что такое айси я вижу то есть для начала нужно просто описать факт и самое сложное что нужно это сделать безоценочно это самое сложное как просто зафиксировать что вот произошел такой инцидент не добавляя сюда оценку это первый шаг после этого второй шаг айфил который говорит о том что нужно поделиться своими чувствами потому что точно так же как на факты на чувства сложно это сложно оспорить факты сложно оспорить и чувства другого человека сложно оспорить он это чувствует с этим с этим не поспоришь и только после вот этих двух ступеней можно перейти как бы к третьей ступени когда вы брите ай аск то есть как бы конструктивному диалогу как предотвратить подобные случаи будущем потому что до тех пор пока мы как бы не сделали терапевтический цикл о том что мы поделились эмоциями мы зафиксировали факты мы послушали другого человека нам трудно переходить как бы логическую плоскость потому что за ней есть очень много иррационального очень много психологического чувственного да и прежде чем добраться до конкретного плана действий оказывается нужно это проговорить и мы сейчас и это интересно потому что когда используешь этот инструмент не играешь в директора там с подчиненным очень искренне честно выражаешь свои эмоции на то что произошло бывает много неожиданного и полезного мы сейчас проиграем с лизой альтернативный вариант как давать обратные связи я бы хотела обсудить ситуацию которая произошла позвечения ну давайте обсудим ансергиевна я понимаю чем люди так те речь или владимировна смотрите за этот месяц второй раз происходит экстренная как бы отмена вашего приема вы пишете за вечер предупреждение о том что вы завтра не выйдете и не выходите что как вы понимаете создает сложности с отменой приема со скандалами с возвратом денег ну собственно там с отзывами ну ансергиевна я понимаю да вот конечно это очень неприятная ситуация просто были уважительные на мой взгляд причины и первый раз вот у меня действительно очень плохо себя чувствовала ну и вот это вот история с ковидом правда мне вот неожиданно уже к вечеру ближе сообщили что пациент был заражен и но я побоялась конечно не тоже я переживаю за репутацию наших нашей клиники и за здоровье своих клиентов много пожилых людей я конечно не жаль что получается получается отмены там конфликтные ситуации но это же безопасность все таки то есть я правильно понимаю вам казалось что вот раз вас был контакт с ковидным пациентом это может повлиять на вашу запись и поэтому видео ну да я просто побоялась что я могу кого-то заразить что я причину то есть как бы действовать лучше ну и освобождение конечно у меня просто здесь остается вопрос что предложен мой вариант сделать экспресс-тест работать в защите в отвергли в тот день а на следующий день сегодня согласились мне кажется вызывает вопрос меня ну у меня достаточно плотная запись вы знаете у меня популярный в нашей клинике доктор ну и я увидела как какие уже сложности ну и подумала что я рискну все-таки не буду усугублять Юлию Владимировну можно я честно поделюсь своими чувствами на этот счет ну конечно у меня есть ощущение что мы были ни одна не выйдет простите простите если это не так но просто и первый и второй раз вы выпадаете ровно на один день вечером накануне вы не рассматриваете никаких вариантов вы уходите со связи оставляете меня один на один с проблемой не предлагаете никаких вариантов решения и я не чувствую во первых я чувствую что меня обманывают и мне сложно потом строить с вами отношения вот во вторых я должна в одиночку разруливать эту ситуацию а на следующий день вы выходите и тут ничего не происходит я могу ошибаться но вот я чувствую здесь какой-то подвох и мне сложно продолжать сотрудничество как бы состояние ну анна сергеевна я не сложно об этом говорить просто раз уж вы ну так вот поворачивается наш разговор в конце концов ну просто такие обстоятельства которые которые у меня складываются может быть вы как женщина конечно меня поймете просто есть один человек который приезжает только в определенный день я действительно мне этот день у меня жизненно необходим мне жаль что я поймите тоже меня не 42 и моя личная жизнь тоже очень важная когда он неожиданно сообщил мне мне пришлось собрать ну поймите спасибо что вы сейчас рассказали мне правду мне проще теперь во-первых и понять вас и как строить дальнейший план я уверена что вообще счастье человек во всех сферах жизни она поражается профессиональным азарте в том числе как же нам решить этот вопрос что в будущем это не повторялось чтобы вы могли и кроме работы строить какие-то планы но при этом не было бы такого ущерба для вашей профессиональной деятельности мне большое облегчение что состоялся этот разговор я обещаю что больше такого не повторится и я сейчас подумаю как мне график составить более приемлемо чтобы не было таких ситуаций я обещаю вам что не будет больше не доставлю вам никаких сложностей я еще предлагаю на будущее открыто обсуждать любые вопросы потому что когда есть вариант сокрытия факта как вам чувствуется это просто да такая споймите щекотливая тема но спасибо за понимание мне это очень важно остановимся здесь вот такая история в итоге вышла с нашей владимировной что жизнь показывает очень даже возможно я уверена что вы сами с этим сталкивались и я бы хотела прокомментировать какие конкретно навыки здесь мы использовали или или могу у вас спросить напишите в чате или скажите голосом что вы заметили как изменился разговор сравнению с первой с первым кейсом давайте голосом так мне кажется так живее будет и быстрее я заметил первое что сразу же заметил вы анна даже там какой-то тембр голоса сменили более мягкий по сравнению с первой ситуацией и это сразу же по-другому располагает к себе так что еще можно я тоже добавлю что вообще стала ситуация очень трогательной и лиза великолепно отыгрывает это теперь смотрится не как спор которые там люди каждый день наблюдают на работе это смотрелось как кино хорошее кино в котором было интересно чем все закончится беседа стала очень искренней у меня единство что есть вопрос какие должны быть соблюдены условия чтобы такая беседа была возможна не меньше понятно что вы такой просвещенный руководитель который действительно хочет не просто давить на своего сотрудника а именно разобраться в ситуации как этот способ работает если например там мой руководитель не такой просвещенный но я хочу тоже как какую-то ситуацию похожую разрешить я приняла вопрос я на него отвечу есть ли еще комментарии кто что заметил да можно озвучить мне кажется что в этом диалоге во втором было больше о своих переживаниях больше про меня да чем претензия к другому человеку и наоборот выслушивание то есть вопрос а как тебе да аж а почему то то есть больше попытка услышать второго человека а не обвинить его прежде чем он вообще озвучил какая у него была проблема что он думает по этому поводу да все верно или она заметила это как раз вторая ступень когда я должна сказать про афил про свои чувства и когда я говорю про свои чувства я говорю не просто ой мне жаль что значит клинику потерял какую-то выручку или мне жаль что мне пришлось разгребать эти проблемы а ведь правда у меня есть ощущение что человек выпадает на один день говорит что он болеет и очень быстро выздоравливает да что здесь есть какой-то обман человек решает какие-то свои дела и здесь очень важно не затуманивать это каким-то знаете вот языком сложным а говорить как есть я правда чувствую обман у меня простите если это так ну вот сейчас я так себя чувствую если я так говорю то именно это является переломом вряд ли бы мне ее владимировна рассказала про свою личную жизнь если бы я ей не сказала о том что вот у меня есть ощущение что меня обманывают правда и мне например здесь с точки зрения ситуации понятно что скорее всего это не то чтобы какой-то безответственный доктор а у него сейчас вот такая ситуация мы ее прояснили и теперь она постарается ее исправить скорее всего это не характеристика этого героя что вот он такой вот не знаю попивается на ночь и утро не может выйти в понедельник на работу в понедельник все время болит голова а потому что действительно да вот сейчас такой жизненный контекст у этого человека и если его даже как-то поддержать а может быть и предложить варианты то возможно это изменит и ситуацию на работе вы не потеряете хорошего сотрудника да еще раз пройдусь тогда по навыкам значит сначала смотрите я безоценочно сказала я ей не сказала что в очередной раз вы меня подвели и не вышли на работу да это будет оценка я сказала факт второй раз за месяц вы предупреждаете накануне не выходите на работу запись отменяется да то есть это был просто факт такой с этим сложно поспорить и что здесь важно сделать сделать паузу потому что хочется сразу перейти к нападению выговору к тому что там давайте это не повторится а нужно сделать паузу потому что когда вы делаете паузу вы как бы передаете вот этот токен стик вот эту палочку разговорную другому человеку чтобы он имел возможность выговориться что здесь нужно делать нам слушать эти аргументы и не перебивать как в первый раз да а вот ковид мы уже могли а вот я боялась испугать а что же вы на следующий день не испугали а просто дать человеку выговориться послушать его хорошо еще если вы заметили взять и обобщить то что он сказал потому что тогда есть ощущение что человека слушали что даже есть понимание какая у него была логика и так далее да дальше когда он выговорился я делаю паузу я вижу что эта пауза держится то есть все ему сказать больше нечего я перехожу по второму части а сил я говорю про свои эмоции ну слышали я уже прокомментировала что важно эмоции действительно те которые вы чувствуете да если вы злитесь не говорите что вы расстроены если вы чувствуете что вас обманывают скажите что вы так чувствуете даже если вы ошиблись но хорошо человек может быть развеет ваши сомнения что сделать после этого опять сделать паузу да опять передать этот токен стик для того чтобы человек мог как-то на это отреагировать и на эмоции часто на чувства другой человек начинает выражать свои собственные чувства да уже как бы раскрываясь вот испаряя из себя вот эту вот психологическую подушку которая покрывает собой теологические шаги которые можно дальше обсуждать алексей вы сказали что у меня изменился тембр голос это никак не было связано с тем что я специально себе сказала так а сейчас мне надо звонить тембр голос я это сделала невольно потому что когда ты говоришь про чувства ты не можешь то есть первый раз мы спорили да я на нее как бы наезжала она защищалась тембр голос и какой может быть тембр голоса когда человек наезжает тембр голоса когда человек будет о чувствах тем более так осторожно потому что он же не знает обманывать его на самом деле или нет то это происходит автоматически да то есть здесь не будет каких-то рекомендаций там сядьте в такую-то позу демонстрируйте там тепло излучайте там что там прорастите своими ногами корень земли что иногда нам рекомендуют всякие ораторы и так далее здесь совет в том что вы говорите честно вы держите зрительный контакт безусловно и тогда ваша как бы биология она меняется по то что вы говорите и вот когда мы с ней обсудили и вторую часть и поделились чувствами да еще и выяснили такие нюансы про которые которые было интересно узнать занимательно да еще и полезно да после этого наши отношения наверное даже улучшится правда потому что она поделилась вот частью своей какой-то вне работы получила мою поддержку со стороны да и главное теперь после того как она созналась я знаю теперь истинные причины ее главной воли в понедельник вряд ли она это повторит и собственно я получила от нее уже на этапе как бы да что я прошу с одной стороны мы договорились что она постарается больше так не делать свой план с командировочным мужчиной как-то согласовывать заранее а с другой стороны я ее попросила быть искренне открытой если действительно да есть какие-то проблемы говорить о них прямо а не обманывать не вуалировать их под болезнь вот такой кейс есть ли здесь вопросы комментарии пожелания или можем переходить к следующему но если повторит все таки увольняем что алексей простите я говорю если она все таки повторит после такого откровенного разговора тогда остается уволить только или что ну смотрите мы сейчас здесь смешиваем с вами коммуникативные навыки разные задачи и как бы ну свои управленческие навыки ну наверное если бы она это повторила мы бы с ней встретились еще раз может быть ей дали там попытку а может быть мы договорились с ней о том что мы ее увольняем или как-то расходимся ну то есть это уже вот еще раз на мой взгляд если бы это происходило системно у нас в клинике я бы с таким человеком расставалась даже если сложно если рынок там узкий там трудно найти кадры наверное сложно вести медицинский бизнес если врач так тебя подводит а есть ли среди наших слушателей те кто прислали мне эту заявку я к сожалению ну хорошо возможно мы потом обменяемся мнениями и тогда я предлагаю перейти к следующей ситуации теперь представим все то же самое Юлия Владимировна не вышла на работу Анна Сергеевна вышла в свою маленькую частную стоматологическую клинику и слышит как на ресепшн крик ор пациент кричит я должна выйти и подключиться к этой ситуации мне уже страшно когда она выходит потому что она выходит это значит она как тебя будет звать я знаю нет я не знаю как ее зовут потому что мы не знакомы да и давайте мы тоже покажем как мы чаще всего реагируем на конфликты потом попробуем смотреть Симакова да это это где здесь Симакова ваша это вот это Симакова да здравствуйте здравствуйте вы в курсе что второй раз уже меня отменили в вашей клинике второй раз у меня пульпит в семерках я сидела сейчас ждала 40 минут и мне сказали что врача не будет вы подождите вы меня послушайте вы тут директор а что вы так хреново директорите то я чуть понять никак не могу какого черта вы понимаете я отпросилась с работы послушайте давайте давайте мы не будем в таком томе разговаривать давайте пройдем в кабинет вы успокойтесь я вам все объясню нет уж ни в какой кабинет я не пойду я орать буду здесь чтоб все слышали и все знали какой тут бардак творится послушайте давайте я вас чаем напою не надо мне чая мне не нужно чая понимаете я с острой болью сижу уже практически час жду вашего врача и мне сообщать тупые эти ваши овцы на ресепшн то видишь ли доктора какие-то причины опять мне кажется не стоит говорить о наших сотрудниках это не тупые овцы и я думаю что вы вы знаете перегибаете палку сейчас я перегибаю палку вы медицин вы должны оказывать услугу медицинскую вы должны облегчить мое состояние я с вами согласна давайте просто вы успокоитесь я успокоюсь мне очень жаль что это случилось я уверена еще бы вам не жаль было бы конечно я оставлю такие комментарии что остановимся это ужасно когда лиза на тебя кричит это просто страх ну давайте что сейчас происходит чувствуется безвыходность твоя что сделать это в этой ситуации непонятно значит стоит пациент на ресепшн вот так орет да и я должна во-первых как бы ее успокоить потому что ну не надо же чтобы на всю клинику это распространялось да чтобы она быстрее перестала орать и мы начали обсуждать какой-то конкретный план решать ее проблему правда что я делаю для того чтобы она успокоилась говорите что успокойтесь это никогда не работает а к чему это приводит еще больше я подбрасываю дрова в топку и объем разгорается еще сильнее правда то есть часто бывает что человек напротив испытывает сильные эмоции это нормальная наша реакция что нам хочется сквозь землю провалиться от того чтобы не слышать этот крик или не видеть этот плач эти слезы она могла бы рыдать что у нее пульпит на всю клинику да и не знаю говорить умолить умолять спасите срочно меня полечите и так далее да и так далее да и наша нормальная реакция как будто бы быстрее эту ситуацию схлопнуть быстрее ее закончить поэтому мы часто пользуемся такими методами как да успокойтесь да не кричите да не нервничайте да мы все решим да мы вас вылечим да давайте вы присядете давайте мы вам дадим чай и это все действует противоположным образом потому что как только мы не даем возможности вот выплеснуть эти эмоции да как будто мы хотим их заблокировать мы тем больше их разгоняем тем больше мы раскачиваем вот эту вот лодку и значит разогреваем это пламя что же нужно делать в этом случае а в этом случае есть такой протокол который называется нерс или иными словами иными словами как выражать эмпатию то есть эмпатия это то когда мы ставим себя на месте другого человека можем представить как он себя чувствует но это не все особенно мы шутим что мужчины иногда могут себе представить очень хорошо все внутри себе там проживают но важно это еще вербализовать прямо ртом проговорить что вам жаль что вы чувствуете в ответ что вам понятна логика этого человека что может быть на его месте вы бы тоже были в такой же ярости или в таком же разочаровании и что вам очень хочется поддержать и опять же как и в первом случае только после того как вы проговорили чувства поддержали другого человека вы можете перейти к ситуации обсуждения плана как выбраться из этой переделки попробуем еще раз посмотрим как можно прожить эту ситуацию я вас сейчас приглашаю понаблюдать за тем какие навыки я буду демонстрировать для того чтобы разрулить этот конфликт как мои действия будут отражаться на действиях мы не знаем как зовут пациента мы не успели она знает что я Симакова а я не знаю протокол называется НЕРС Марина спрашивает то есть это акроним N name то есть назвать то чувство или реакцию которую вы видите U understand да выразить понимание ситуации R респект что нормально что вы чувствуете такие чувства да это называется нормализовать по себе вспомнить если вы вдруг в ярости на кого-то кричите то спустя время вам становится стыдно вы говорите черт что-то я перегнул палку можно было себя нормально вести не то чтобы вот сейчас я там покрылась пятнами орала в кабинете на бедных сотрудников ресепшн да то есть вам становится неловко и если в моменте вы как бы поддерживаете человека нормально что вы испытываете эту ярость или злость то это тоже человека поддерживать дальше S это support то есть поддержать мне хочется для вас что-то сделать мне хочется вас что-то как-то помочь вам да и в конце то есть как эмпатия все вместе составляет эмпатию когда вы эту эмпатию проявляете вы можете выбрать что-то одно вы можете сделать все подряд вы можете нормализовать и понимание и назвать чувство реакцию а можете что-то одно это тоже зависит от вашего и опыта и коммуникативных способностей как я говорю всем начинающим людям которые хотят научиться решать конфликты вы учитесь хотя бы для начала искренне говорить мне жаль мне жаль так чтобы действительно вы это чувствовали даже если вам не симпатичен этот человек даже если вы не согласны с его мнением вы не согласны что он орет на вас зазря ругается матом называет овцами ваших любимых девочек с ресепшем но вам например жаль что произошла эта ситуация вам ну вот реально вам жаль что вот человек стоит вот он так расстроен и кричит на всю клинику вот хотя бы для начала вот такие вещи они уже помогают переломить ситуацию давайте попробуем каждый раз это экспромт я не знаю что она будет кричать это да Симакова ваша вы да Симакова это вы тут да директор а чего вы так плохо директорите то тут я понять никак не могу вы понимаете то что я 40 минут ждала сейчас сидел между прочим острая боль я 40 минут ждала сидел мне опять отменяют процедуру опять отменяют семерку я отпрашиваю с работы я приезжаю в вашу клинику что происходит вообще я не могу понять какого лешего ну потому я не вообще я думаю вы себя так позиционируете зачем эта запись вообще нужна зачем мне звонят подтверждают я приезжаю и вот так вот все получается и эти ресепшен ваши сидят с этими постными лицами ничего не знаю что это такое мне никто ничего даже не объясняет толком простите пожалуйста что так произошло я правильно понимаю что вы к Юлии Владимировне я к Юлии Владимировне именно второй раз уже к большему сожалению она заболела и поэтому я тоже заболела я тоже заболела поэтому я здесь я понимаю что вы очень расстроены что вы злитесь я злюсь ужасно я вас понимаю потому что на вашем месте я бы чувствовала себя так же я сама недавно ничего купить и я понимаю как это ну просто ну просто ну как такое могло произойти я же я здесь у вас я не первый раз уже я только денег уже оставила ну как то ну какое то должно быть вообще к клиенту уважение я не знаю простите пожалуйста мне самой очень стыдно и неприятно что так произошло и мне очень хочется помочь выбраться в этой ситуации ну как то помочь наверное как то помочь наверное у меня болит у меня зуб болит того что я могу предложить я сейчас вот сходу вижу два варианта я точно знаю что есть запись на завтра но насколько я понимаю что у вас с анестезиологом да 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 тогда вот может быть такой план типа завтра я вам гарантирую что будет доктор и анестезиолог вместе либо я могу сейчас позвонить в партнерскую клинику чайка в котором я очень доверяю там тоже вот отличное качество и узнать могут ли они вас принять силами ну завтра я же ну я у Юлии уже сколько времени лечусь ну что я буду сейчас стоматологами нет возможно что завтра будет не Юлия а Илья Игоревич ну Илья то тоже мне делал он же мне тогда делал зуб а когда я узнаю кто будет если вы мне дадите 10 минут я все узнаю ну завтра ну завтра ну как то ну я не знаю еще раз простите что так как произошло мне очень жаль если это поможет я понимаю что может быть это неуместно мы сделаем анестезию бесплатно ну почему неуместно в целом как бы можно конечно воспользоваться вашим предложением ну вы там с ресепшн проведите работу простите мы просто накануне Юля очень резко заболела поэтому не всех удалось провести может быть была рассылка смс может быть просто она не дошла или был другой номер я не видела вас ну неважно в любом случае наша вина я понимаю мне очень жаль если сейчас вам нужен вернение сил чтобы облегчить но мне хотелось бы да как то что пусть меня обезболит и я поеду тогда хорошо и тогда что вы не ждали я выясню то есть вы точно будете завтра сегодня не договариваться здесь человек ну не надо зачем я уже здесь у вас наблюдаюсь хорошо тогда мы пришли вам сообщение какие возможно времена хорошо спасибо до свидания каждый раз скажут дайте мне веер это она гоняет меня в трясущейся ситуации ну да вот так это происходит это на самом деле так происходит потому что может открыться дверь внезапно зайдет это в лучшем случае зайдет вот такой человек а может какой-нибудь человек с ножом например были у нас такие ситуации которые очень например нервничать что ему папе сообщили плохие новости про диагноз или про прогноз и он сейчас значит хочет всех зарезать и врачей и тебя и вот значит да 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 и вот нужно применить вот эти навыки я вам точно скажу что я бы не пережила ковидные времена если бы у меня не было с собой этого протокола нервс потому что когда начался ковид и были закрыты посещения вот нет возможности доступа у родственников посещать своих близких это вызывало много вопросов и в любое время дня и ночи могли мне звонить родственники которые начинали вот точно так же кричать в трубку я поняла так я понимаю что делать сейчас я буду слушать потом я буду выражать эмпатию потом предлагать уже какой-то план итак давайте разберем что мы сейчас что я сейчас делаю для того чтобы разрешить эту ситуацию какие навыки я демонстрирую можете подсказать мы слушали не перебивали на старте особенно далее выплеснуть да то есть первый шаг когда человек кричит даже если он стоит посреди цепшин поверьте лучше просто его слушать и как ваши подписчики писали дайте там вариант максимум чем громче чем больше тем быстрее прогореть слушайте смотрите в глаза говорите да кивайте головой да пытайтесь и здесь что еще очень важно слушать что вам говорит человек не думать в этот момент боже что я буду делать да кому я буду звонить куда я буду бежать это ну это нормальное чувство психики да с нами работает перцепция с одной стороны что-то демонстрируем с другой стороны мы в этот момент что-то думаем и что-то чувствуем но очень важно в моменте слушать что она говорит вам это пригодится потому что скорее всего когда человек кричит он чаще всего называет эту эмоцию например он говорит я бешен я злюсь если вы это запомнили вы услышали вы всегда потом когда будет возможность у вас выразить свою эмпатию вы можете сказать я понимаю что вы злитесь я вижу что вы злитесь я бы на вашем месте тоже злился да вы назовете то чувство которое она сама продемонстрировала не сказала и здесь нужно быть аккуратным потому что если вы назовете чувство не то например вы скажете я понимаю что вы нервничаете я не нервничаю я в бешенстве ага это как бы даст дополнительный как бы заход не в ту сторону это может быть такое случится но вот если в начале когда человек горет а вы скрупулезно вы знаете что вам делать вам нужно слушать и понимать какие комментарии он говорит ага второй раз отменили сколько денег потратил значит для него это важно да это вам все потом пригодится дайте возможность прокричаться да дальше когда у вас есть вот эта пауза ставить свое мнение да ни в коем случае не говорите успокойтесь домолчите да пойдемте в кабинет потому что человек очень хорошо понимает что его хотят притушить и это может вызвать как бы здоровый волну цунами нам это не нужно как раз здесь если не знаете что сказать скажите что мне очень жаль и снова сделайте паузу потому что на это будет еще один заход но скорее всего уже меньше по силе и короче да дальше вы опять можете сказать да я понимаю что вы сейчас чувствуете если вы видели я сказала ей у меня тоже недавно был пульпит я знаю как это больно да как бы я понимаю вас я знаю что вы сейчас чувствуете я понимаю как вам неприятно да да и так далее и когда вы видите что уже все затихло вы еще раз проговариваете свои чувства о том как как вам стыдно как вам жаль да что вы сами этого не ожидали чем чем искреннее чем потому что часто ведь нас врасплох застает с этим если бы например я не знала что Елена Владимировна не вышла я бы так сказала я сейчас не знаю что произошло я вижу что это большая проблема я готова выяснить это все мне просто сейчас нет информации чтобы вам прокомментировать ее у меня кстати раньше была такая защитная реакция когда я знала что мне например я видела звонить какой-нибудь родственной пациенту я никогда не брала трубку потому что мне казалось что там какой-то конфликт мне сначала нужно все выяснить собрать за счет всю историю только после этого ответить я тогда буду готова сейчас я так не делаю я беру трубку сразу потому что это возможность как бы снять вот этот первый ну если это конфликт потому что хотят спасибо сказать и цветы прислали это возможность снять вот это первое обострение да и чем более искренне вы скажете я сейчас разберусь я к вам вернусь человек будет знать что его делом занимаются что его вопрос решают да и там к нему точно вернуться и вам тоже будет легче чем вы не знаю в ожидании там пока вы собираете информацию час думаете боже что же хотел прокурор ведь у него лежит сейчас например мама а вам звонил этот прокурор и у вас может быть там миллион мыслей что же там случилось вот поэтому когда вот человек выплеснул все свои эмоции еще раз выразить ему поддержку нормализовать его состояние сказать о своем намерении что вам жаль вам хочется эту ситуацию решить вам хочется чтобы она не повторилась вам хочется провалиться сквозь землю от стыда если это правда да но помочь этому человеку сейчас чем более искренне вы будете про это говорить тем лучше потому что ваш визави будет это чувствовать знаете в этом случае иногда сотрудников клиник учат таким клише например я вас услышал я пойду разбираться это страшно длит потому что когда вы слышите эту фразу вы понимаете что за ней нет ничего искреннего вы понимаете что вот перед вами робот вы там сейчас распинались кричали говорили о своих жизненных обстоятельствах про то что я не знаю скомотофоб вы ждали этого анестезиолога у вас пульпит вас болит а вам в этот момент слушали-слушали и вдруг научили слушать но в следующем этапе вместо того чтобы искренне пусть и коряво выразить свои настоящие эмоции говорят я вас слышал я сейчас поговорю с руководителем ты понимаешь что это все было зря да и это вызывает еще больше гнев и разочарование и желание сбежать конкурентом поэтому итак второй этап научиться говорить о своих чувствах это кстати сильно помогает жизни с партнерами детьми и друзьями и хороший навык на работе что когда вы это выразили вы видите как у вас меняется взаимодействие с пациентом как вам становится комфортнее что вы можете продолжать разговор уже о том а какой может быть план да вот у меня сход есть клиника чайка а вот есть завтра вариант какой вам нравится что вы выбираете да вы демонстрируете что вы хотите решить эту проблему вы готовы приложить все усилия уже дальше собственно переходите к простому когда вы говорите про этот план и хорошая история когда например у ваших сотрудников есть какой-то инструмент что предложить пациенту в качестве в качестве какого-то бонуса как вот сейчас я сходу придумала сейчас давайте мы вам делаем анестезиологию бесплатно да например у наших сотрудников на ресепшен есть возможность дать пациенту три дня в подарок вот если мы настолько мы косячили мы все это понимаем у врача у ресепшен есть без спроса меня там без спроса у руководителя дать три дня в подарок я вам скажу что этой опцией пользуются очень-очень редко то есть если вы боитесь что вы сейчас раздадите этот инструмент например направо-налево тратить деньги значит давать пациенту бесплатно ничего подобного люди у которых есть ответственность вдруг да вот ну использовать вот этот вот этот туз последний они очень аккуратно этим пользуются потому что они понимают что вот это им придется предсказать это будет такая ответственность и так далее поэтому но с другой стороны иногда для разрешения конфликта это очень здорово помогает очень здорово ну дает возможность тоже поддержать пациенту для кого-то действительно это будет важно и полезно вот так мы с вами разобрали конфликт все то же самое работает с любыми другими сильными эмоциями например если человек плачет перед вами да плачет умоляет вас о чем-то все то же самое вы слушаете не перебивая не говорите вы успокойтесь давайте вам дам платок еще что-то да особенно из-за этого у мужчины на приеме плачет женщина например кошмар да да Никит что вы мне сказали какой у меня идеальный вот такой земли можно провалить все что мы можем это дать время человеку смотреть ему в глаза говорить мне очень жаль что ты так расстроена да я тоже вместе с вами расстроена я не ожидал что будут такие результаты анализы и так далее и перейти уже к моменту когда можно обсуждать дальнейшие шаги пока человек не выключится не выплачется бесполезно его успокаивать как-то примирить заткнуть и обсуждать дальнейшие шаги то есть еще раз рекомендация что возьмите с собой внимательное слушание паузы выражение эмпатии прямо вот вашим языком вербализовывайте ваши чувства найдите у себя у каждого будет кто-то будет говорить мне очень жаль кто-то будет говорить я понимаю что вы расстроен кто-то будет говорить я понимаю то что я сам лечу семерку пульпит но поищите это прямо потренируйтесь это дома с детьми кричит ребенок у вас не получит я не хочу завтра в школу вместо того чтобы сказать нет ты пойдешь потому что я так сказала и я умею убеждать я понимаю что ты не хочешь в школу тебе там скучно да и ты не любишь английский и так далее через такие фразы скорее всего ребенок успокоится он будет вас слушать и вы сможете перейти к аргументам почему английский это важно Анна спасибо за эти инструменты на самом деле действительно в любой ситуации жизненной можно применять мне кажется что мир должен узнать о том что о твоих курсах давай чуть-чуть расскажем как они проходят насколько я знаю они проходят прямо в клинике три сестры и разыгрываются вот такие же ситуации разбираются это кастомный какой-то продукт или это прям курс собранный есть какая-то программа это программа этот курс который собран для врачей менеджеров для управленцев клиники и этот курс сосредоточен не столько на содержании то есть мы не говорим здесь про конкретные вещи мы можем разбирать конфликт про стоматологию можем разбирать конфликт про реабилитацию можем разбирать конфликт про бронь в отеле или про то что не знаю не работает банковская карточка то есть это не очень зависит от индустрии потому что это навыки коммуникации которые не важно о чем а важно как да про процесс конечно нам больше обращаются про медицину про взаимодействие с коллегами про взаимодействие с пациентами этот курс выглядит как два полных дня там есть программа в основе ее лежит калгари-кембриджская модель и мы идем да вот Юлия пишет что навыки универсальны совершенно верно как я часто говорю студентам которые пришли на курс студентам в смысле это могут быть заведующие отделения или главные врачи что бонус этого курса что сильно меняется ощущение вообще коммуникации со всем миром друзьями детьми партнерами когда ты сначала делал так потом попробовал иначе оказывается совсем по-другому ты чувствуешь у другого человека и себя в этих отношениях так вот у нас есть программа о том как собственно эффективно собирать информацию о чем бы то ни было как эффективно вообще какие вопросы стоит задавать да как например раскрывать какие-то нюансы о страхах каких-то идеях мыслях самого пациента или сотрудника как это не пропустить вот эти сигналы так скажем затем у нас есть большой блок про эмоции установления взаимоотношений конфликты плач просто какие-то несогласия да что с этим делать если не знаю я буду и чара она коммерческий директор у нас есть три миллиона мы должны распределить их на инвестиции я считаю что нужно сделать новый сайт она считает что нужно обучить всех сотрудников как нам например договориться это большой блок о том как вообще устанавливать взаимоотношения на фоне разных мнений когда есть возражения друг у друга неважно врач пациент или коллеги или кто угодно и третий большой блок это о том как эффективно давать информацию сложную информацию которая например содержит плохие новости или содержит какой-то сложный план который сложно пациенту запомнить как добиться вот этой приверженности и лечению и общему решению с тем с кем ты договариваешься ну и наконец о том как совместно принимать решения потому что если поговорить про весь курс он весь построен на партнерской модели взаимодействия когда неважно вот там там например руководитель подчиненный но я не старшая фигура это я не то что я приказываю делать а вторая исполняет ну как бы равные у меня есть своя экспертиза у него своя экспертиза да даже если это врач пациент у врача есть экспертиза не знаю решать клиническую задачу а у пациента есть экспертиза про свою жизнь да то что для него важно какие у него приоритеты какой у него контекст жизни сейчас и вот эти все позиции важно переплетать и интегрировать в совместном принятии решений про это все мы проходим на нашем курсе и важно что это не просто демонстрация как сейчас а у участников есть возможность попробовать это довольно безопасная среда где можно вот с таким прекрасным актером с таким человеческим тренажером попробовать один вариант второй вариант третий вариант и через проигрывание проживание этих ситуаций самому почувствовать что работает что эффективно а что нет собственно я бы сейчас передала слово полине вот у нас есть здесь полина она у нас руководитель образовательных проектов и она как раз сейчас занимается да друзья да добрый вечер добрый вечер ох я сама в шоке каждый раз как в первый хотя конечно далеко не первый раз я на таком тренинге друзья рада очень всех видеть кого-то знаю с кем-то знакомы только виртуально вот и на самом деле мне было дико приятно насчитать здесь по крайней мере в начале вебинара пять или шесть своих коллег потому что хотя мы в клинике благодаря Анне регулярно тренируем навыки коммуникации тем не менее как показывает опыт очень важно и очень приятно время от времени их освежать тем более что появляются часто какие-то новые кейсы да и не сразу даже обладая вот этими универсальными скиллами не сразу получается понять как быстро сориентироваться на них отреагировать вот поэтому со всей уверенностью заявляю что это совершенно точно не будет лишним даже тем кто уже в общем имеет какое-то представление да о процессах процессах коммуникации вот и полина что у нас есть тренинг внутри для врачей да есть внешний тренинг мы его проводим в москве как раз двудневный полина вот как раз занимается сейчас местом да друзья мне остается только добавить формальные моменты рассказать про них мы решили несмотря ни на что мы с оптимизмом смотрим в будущее мы запланировали провести в москве внешний тренинг по коммуникации предварительно 10-го 11-го ноября будет Анна будет Елизавета буду я как ваш администратор и куратор мы хотим провести его в гостинице Хилтон которая на ленинградском шоссе да это метро я все время путаю водный стадион личный вокзал по-моему водный стадион и мне нравится говорить что мы учим заботы мы не только лечим заботы но мы и учим заботы мы хотим чтобы вам было комфортно чтобы была теплая атмосфера чтобы был горячий кофе чтобы было приятное место чтобы была парковка поэтому мы будем очень вас ждать я сейчас в чат кину свои контакты по которым вы можете меня найти и я расскажу вам все детали для тех кто сейчас не присутствует онлайн и будут смотреть эту встречу в записи друзья вы можете написать свои комментарии например под постом Анны в ее телеграм-канале Нечаховские истории или под постом в канале наших замечательных организаторов и я все это увижу и обязательно с вами свяжусь мы просчитываем мы запланировали это будет двухдневный тренинг с полным погружением с десяти утра и до шести вечера с перерывом на обед два дня подряд как сказала Анна он такой очень практикориентированный мы будем собирать информацию про ваши запросы будем разбирать ваши кейсы поэтому я думаю что вы получите максимальный фидбэк и максимальную обратную связь по всем интересующим вас вопросам и разборам самых проблемных ситуаций я думаю что для слушателей вебинара для тех кто смотрит его в записи мы сделаем скидку и это будет стоить вам тридцать тысяч рублей ну естественно за оба дня вот поэтому будем ждать будем ждать пишите и я обязательно с вами свяжусь перезвоню точнее все детали вот возможно что-то вам расскажу подробнее будем ждать встречи ну да если вы сможете еще раз десятого числа десятого и десятого и одиннадцатого ноября два дня если вы не сможете в ноябре то мы планируем это повторять раз в квартал примерно да мы можем проводить такие тренинги по запросу то есть внутри вашей организации прям приехать к вам да организовать собрать ваши запросы точно так же по каким-то точечным моментам например точечным ситуациям потому что действительно ну мы универсальны в этом плане так спасибо что вы нашли время надеюсь что эфир был полезен сто процентов был полезен ну судя даже по активности в чате и потому как как много камер было включено как люди общались это мне кажется один из самых таких активных вовлеченных эфиров спасибо вам огромное Анна Лиза Лиза вообще респект прям хорошего вечера на этом наверное будем завершать в конце тоже дам небольшой анонс друзья кто не подписан еще на мед connect то welcome у нас на следующем деле будет SEO клиники скандинавия кстати насколько я знаю подруга Анны и мы будем такие вот истории практиковать то есть мы что делаем мы вытаскиваем ключевую экспертизу человека разбираем в чем он действительно силен и пробуем вот через разные механики это подсветить и дать аудитории аудитория наша это управленцы клиник менеджеры владельцы и главарчи ну также есть часть маркетинговая потому что мы родом из маркетинга на этом все всем спасибо мне кажется огненный эфир и хорошего вечера пока